В этом видео я расскажу вам, что такое фотокерамика, как правильно сделать свой выбор и как долго вообще прослужит фотокерамическое изображение. После того, как портрет обработали, его отправляют на печать методом деколь. Декольная бумага специально для нанесения изображения. Нанесение лака на декольную бумагу, для того, чтобы изображение получилось либо матовое, либо глянцевое. За один проход мы обрабатываем сразу несколько изображений. Здесь мы обработали два портрета. Процесс высыхания. В среднем он занимает где-то порядка 10 минут. Перед нами заготовки, на которые мы сейчас будем переносить наше изображение. Вырезанные портреты мы будем переносить на данные заготовки. Это напоминает нам, как мы в детстве переводили картинки. Вода полностью намокает бумажная основа, а сверху остается только изображение, которое будет перенесено на заготовку. Далее наши заготовки. Перенесенные на керамическую основу отправляются в печь, где при температуре 850-900 градусов они будут запекаться. Здесь мы с ними попрощаемся, потому что этот процесс занимает достаточно длительный промежуток времени. Готовы будут только завтра. Готовая фотокерамика бывает разных размеров. Прямоугольная, овальная, полукруглая. То есть мы можем выбрать любое изображение. Она получается яркая, красивая, долговечная и, самое главное, устойчивая к погодным условиям. В цеху происходит монтаж готовой в фотокерамике заранее подготовленное монтажное отверстие. Фотокерамика является достаточно хорошим, ярким решением нанесения изображения на памятник. Бывают случаи, когда керамика выходит, скажем так, из строя. Она может треснуть, потому что, как вы видели, процесс достаточно сложный, ее изготовление. Но компания «Эпитафия» дает гарантию на все изображения и мы можем заменить вышедшее из строя изображение на новое. Сегодня мы с вами посетили производство фотокерамических изображений. Надеюсь, данное видео было вам интересным и полезным. Подписывайтесь, пишите свои комментарии. Компания «Эпитафия» – наши близкие живы, пока жива память о них.